здравствуйте мы начинаем урок химии для восьмых классов и сегодня у нас практическая работа изучение свойств соляной кислоты я прошу вас достать тетради записать число и тему практическая работа изучение свойств соляной кислоты просто знать еще не все знание нужно уметь использовать и сегодня мы с вами их попробуем использовать так как нам нужно наша цель закрепить знания о свойствах соляной кислоты формировать навыки практической работы с реактивами совершенствовать умение обращаться с кислотами и научиться способом распознавания соляной кислоты и и солей составлять уравнение реакции наблюдать и делать выводы любая практическая работа начинается с правил техники безопасности запомните кислоты не нюхать не пробовать сделать все чтобы кислоты не попадали в глаза можно получить ожог слизистой оболочки не разъедать не разливать кислота разъедает кожу ткань бумагу древесину изменяет цвет но если случились непредвиденные обстоятельства о любых проблемах тут же необходимо сообщить преподавателю наливать или высыпать вещества можно только над столом или специальным подносом для опыта брать только указанное количество вещества но если вы вдруг взяли избыток реактива обратно в склянку выливать или высыпать его нельзя все работы связанные с выделением вредных газов или паров необходимо проводить только в вытяжном шкафу при исправной вентиляции твердые сыпучие реактивы можно брать только совочком но ни в коем случае не руками измельчение твердых веществ разрешается проводить только ступки с помощью пестика ни в коем случае никакие вещества брать в руки нельзя обо всех случаях разлива жидкости а также рассыпанных твердых реактивах нужно сообщать учителю место разлива следует обработать нейтрализующим раствором а потом промыть водой я надеюсь вы все правила помните мы с вами приступаем практической работе для начала мы с вами посмотрим как получают соляную кислоту в промышленности обратите внимание перед вами первая схема в сосуд подается хлор и водород при высокой температуре между ними происходит реакция образуется хлороводород который потом отправляет специальную башню поглотительную в которой газ растворяется в воде основная проблема получения соляной кислоты которые встают перед производителями это герметичность ни в коем случае нельзя чтобы хлороводород каким-то образом попал в атмосферу в лаборатории соляную кислоту получает при взаимодействии хлоридов с концентрированной серной кислотой образуются сульфаты или гидросульфаты и выделяется аж хлор газообразный по газоотводной трубки газ попадает следующий сосуд которым находится вода обратите внимание верхняя часть сосуда должна быть закрыта ваткой смоченной в воде записываем первый опыт который мы сейчас с вами проведем действия соляной кислоты на индикаторы соляная кислота постоянно образуется в желудке на желудок это портативный химический завод владельцем которого является каждый из нас и в полости желудка выделяется соляная кислота да да я не ошиблась узкая концентрация там только пол процента но она создает оптимальную кислотность для действия ферментов желудочного сока она обеспечивает антибактериальный эффект секрета и стимулирует моторную активность желудка как можно доказать наличие в желудочном соке раствора соляной кислоты для этого вам предлагается взять три пробирки и в каждую пробирку налить по одному 2 миллилитра соляной кислоты в одну внести несколько капель индикатора лакмуса в другую метилоранжевого и в третью внести несколько капель универсального индикатора и так проводим опыт у нас три пробирки они имеют бесцветный или светло желтое окрашивание в первое мы опускаем лакмус он фиолетовый и раствор становится красным метилоранж он сам оранжевый при взаимодействии с кислотами превращается в розовый цвет и универсальный индикатор он желтого цвета окрашивает кислоту в красный цвет записываем своих тетрадях аж хлор плюс лакмус аж хлор плюс метилоранж аж хлор плюс универсальный индикатор пожалуйста допишите какие цвета вы наблюдали при взаимодействии этих индикаторов соляной кислотой второй опыт своих тетрадях записываем взаимодействие раствора соляной кислоты с металлами сжигая один килограмм поливинил хлорида или просто пвх а это многие виды линолеума обоев пластиковых бутылок мы получаем огромное количество универсальных газов оказывается при сжигании пвх образуется в том числе и хлороводород он раздражает слизистой оболочки дыхательных путей при попадании на металлические конструкции раствор хлороводорода соляная кислота вызывает их коррозия и так проводим опыт цель исследовать действие раствора соляной кислоты на различные металлы изучаем как реагирует соляная кислота на цинк железный гвоздик и медную проволоку так у нас три пробирки соляной кислотой в каждую пробирку мы помещаем металл в первую цинк во вторую железо в третью медь и смотрим какой при этом образуется эффект если вы обратили внимание медь соляной кислотой не реагирует вспомните она стоит за водородом в ряду бекетова электрохимического ряда напряжения металлов также прошу вас обратить внимание на количество пузырьков в пробирке с цинком и железом с цинком гораздо больше пузырьков то есть что говорит о том что ты более активно реагирует соляной кислотой я прошу вас дописать реакции цинк плюс соляная кислота образуется цинк хлор 2 плюс h2 железо плюс соляная кислота я прошу вас дописать самостоятельной реакции и напротив реакции написать какая из этих реакций происходит более активно также записываем что с медью соляная кислота не реагирует так как медь является неактивным металлом опыт номер три взаимодействие раствора соляной кислоты с оксидом и металлов ржавчина образуется на поверхности металла при его окислении то есть при взаимодействии с кислородом или контакте с водой как можно избавиться от ржавчины цель эксперимента определить будет ли реагировать оксид железо трехвалентной соляной кислотой и так наливаем 1 2 миллилитра соляной кислоты добавляем ржавчину напоминаю что ржавчина имеет красно-бурый цвет нагреваем и при нагревании видим что осадок нерастворимый осадок фирма вау-3 исчезает а сам раствор приобретает красно-кирпичное окрашивание я прошу вас написать реакцию диоксид железо трехвалентное железо реагирует соляной кислотой опыт номер 4 взаимодействие раствора соляной кислоты с основными и амфотерными гидроксидами известно что гашеная известь входит состав штукатурки стеновых покрытий строительных материалов устойчива ли она в действую кислот цель эксперимента определить будет ли реагировать гашеная известь соляной кислотой в пробирку помещаем кальцию аж дважды к этому раствору добавляем капельку фенолфталиина запишите пожалуйста у себя реакцию кальцию аж дважды плюс фенолфталиин стрелочка фиолетовое окрашивание меняется цвет изменение цвета говорит о том что раствор у нас щелочной и к этому раствору добавляем раствор аж хлор происходит обесцвечивание раствора то есть при взаимодействии соляной кислоты с раствором фенолфталиина появляется фиолетовое малиновое окрашивание при взаимодействии соляной кислоты с гидроксидом кальция происходит изменение окраски раствора образуется соль и вода и происходит реакция нейтрализации кальцию аж дважды плюс аж хлор образуется вода и соль хлорид кальция кальций хлор 2 опыт номер пять взаимодействие соляной кислоты с солями почему при изжоге употребляют пищевую соду цель эксперимента определить как реагирует соли соляной кислотой мы используем две пробирки в одну пробирку помещаем немного гидрокарбоната натрия а это обыкновенная пищевая сода и добавляем немного раствора соляной кислоты которая у нас образуется в желудке и так раствор аж хлор мы добавляем натрий аж со 3 видим образование пузырьков причем натрий 20 и при этом разлагается происходит нейтрализация аж хлор соляной кислоты записываем реакцию гидрокарбонат натрия натрий аж со 3 плюс аж хлор образуется вода h2o co2 и натрий хлор то есть мы нейтрализуем избыток соляной кислоты в желудке опыт номер шесть качественная реакция на хлорид и он почему поваренная соль жизненно необходима для человеческого организма поваренная соль является главнейшим материалом для выработки соляной кислоты незаменимого компонента желудочного сока хлорид натрия выступает регулятором жидкости в организме играет важную роль в обмене веществ отвечает за сокращение мышц передачи не нервных импульсов поддерживает кислотный баланс крови и многое другое недостаток соли очень плохо влияет на организм но избыток тоже цель нашего эксперимента определить наличие хлорид ионов растворах соляной кислоты и в поваренной соли то есть как ее можно определить для этого вам предлагают в одну пробирку поместить раствор соляной кислоты в другую поместить поваренную соль раствор поваренной соли и в обе пробирки добавить нитрат серебра и так первая пробирка раствора хлор вторая натрий хлор в обе пробирки добавляем немного аргентом и на 3 в результате образуется осадок белого цвета творожистый его называют и так записываем реактивом на соляную кислоту и и соли является раствор нитрата серебра в результате реакции образуется белый творожистый осадок хлорида серебра то есть нитрат серебра является качественная реакция на хлорид ион первая реакция у вас записано вторую реакцию вы записываете самостоятельно и в заключительной части нашей практической работы я задаю вам экспериментальную задачу представьте что в трех пробирках без этикеток содержится прозрачные растворы натрий хлор h-флор и h2o определить где какое невозможно но нужно ваша задача определить каждое из предложенных веществ и выполните практическую часть эксперимента но это вы сделаете так так когда вернетесь уже в школу со своими педагогами а сейчас вы выполните это задание виртуально я прошу вас обратить внимание на все те опыты которые мы сегодня с вами изучили и так качестве вывода вам сейчас нужно решить и выбрать правильные ответы и так хлороводород это газ который легко растворим в воде в реакции с соляной кислотой вступает каждый из двух металлов напоминаю что по ряду активности металлов те металлы которые стоят за водородом не могут вытолкнуть вытеснить водород из кислот то есть не серебро не ртуть не золото и в данном варианте только магний и цинк может прореагировать соляной кислотой необратимо протекают реакции ионного обмена между растворами правильно качественная реакция на хлорид и он это нитрат серебра то есть ответ б нитрат серебра и хлорида железа трех валентного соляная кислота реагирует с правильно аргенту мену 3 сероводородной кислотой реагировать не могут смысла нет серебром нет и в воде он только растворяет 5 нужно решить генетическую цепочку хлор 2 превратить аж хлор мы помним при взаимодействии с водородом аж хлор превратить в натрий хлор можно провести реакцию нейтрализации со щелочью и натрий хлор в аргентом хлор провести качественную реакцию на хлориды на этом наш урок закончился спасибо за внимание